Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс. О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. СССР не стали выдвигать своего кандидата на довыборы ВЗС. Как пишет газета-репортер со ссылкой на лидера кировских справоросов Сергея Доронина, причиной неучастия партии в избирательной кампании стал достаточно короткий срок работы в ВЗС. По словам Сергея Александровича, не каждый кандидат готов бороться за мандат, если работать осталось всего год. Кроме того, как он уточнил, в рекоделении просто не нашлось достойного кандидата для участия в довыборах. И если так, то получается смысл существования кировской ячейки действительно абсолютно формален. Инфопресс Россия не затягивает пояса, и дело дошло даже до тех, кому это, казалось бы, никогда не грозило. Как пишет газета «Бизнес-новости», Министерство финансов порекомендовало Федеральному собранию сократить расходы на 10%, то есть примерно на 75 миллионов рублей. В частности, 3 миллиона рублей предполагается сэкономить за счет сокращения поездок в регионы помощников-сенаторов. Также подтвердилась информация о том, что членам палаты было рекомендовано при внутренних полетах и поездках за рубеж пользоваться услугами менее дорогих компаний. Ключевое слово, правда, во всем этом сообщении рекомендовано. Между тем, сдаются перед напором санкций и кризиса даже хватские вятские предприниматели. Как пишет газета «Вятский наблюдатель», местные производители заявили, что уже не могут удерживать прежние цены на свою продукцию. К примеру, гендиректор Кировского молочного комбината Василий Сураев отметил, что уже с марта предприятие будет все же вынуждено повысить цены на некоторые виды продуктов. От 3 до 12% увеличатся отпускные цены на молоко, сметану, кисломолочную продукцию, творог и сыры. Причиной тому резкий рост цены на упаковочные материалы, в которых очень велика валютная составляющая, заявил Сураев. Президент вятской гильдии пекарей и кондитеров Александр Краснов обратил внимание на то, что с начала 2015 года оптовики почти вдвое подняли цены на ингредиенты для выпечки хлеба. В первую очередь пшеничную муку высшего сорта. Это сводит рентабельность предприятий хлебопечения практически к нулю. И в таких условиях, думается, может понадобиться средство, пробуждающее патриотическое настроение посильнее, чем присоединение Крыма и Олимпиады. Россию управлять несложно, но совершенно бесполезно. Этой цитатой императора Александра II начался семинар по эффективности госуправления, пишет в своем твиттере губернатор Никита Белых. И наверняка, пройди еще сто лет, подобный семинар откроет подобное, если не та же цитата. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс